Сносить или дать вторую жизнь? Судьба девятой школы Архангельска, похоже, решена. Экспертиза, длившаяся два месяца, вынесла вердикт. Солидный фолиант получился 300 страниц. Сегодня с ним познакомили журналистов на специальном брифинге. В их числе был и мой коллега Артемий Заварзин. Пустующая школа в самом центре города – это, конечно, нонсенс. Но что поделать, если здание в канун своего 70-летия покрылось трещинами, а в некоторых кабинетах стало небезопасно? За последние полтора года штукатурка в школьных кабинетах падала трижды. В первом случае провели косметический ремонт, после второго обрушения тоже. Но уже в конце прошлого года делу решили дать серьезный поворот. Школу закрыть, экспертизу провести. Результаты двухмесячных исследований в руках завхоза Алексея Савкина. Суть трех сотен страниц сводится к одному. Происходит деформация несущих стен. В этом случае происходит смещение межэтажных перекрытий. А все из-за фундамента, в котором в 50-е годы использовали не только бетон, но и дерево. Прогнившие конструкции и обеспечили деформацию. А возможно ли реанимация? Установлено, что деревянные сваи под несущими стенами обладают почти 30% запасом прочности. Под колоннами, сгнившие деревянные конструкции фундаментов, возможно заменить. Все выявленные повреждения устранимы. В целом здание можно и нужно капитально ремонтировать. В администрации города такому исходу крайне рады. Ведь если бы вместо капитального ремонта пришлось делать реконструкцию, это прежде всего сказалось бы на детях. Нужно будет уже соблюсти все нормы СанПИНа и количество детей, которые обучались и обучаются на сегодняшний день 9-й школе, оно бы резко у нас уменьшилось. Капитальный ремонт позволит жить прежней учебной жизнью. Возможно, что обновленное заведение откроет двери уже в 2020 году. Сегодня свыше 400 учеников переведены в 33-ю школу. Конечно, есть небольшие трудности, то, что в две смены обучения происходит. Но, по крайней мере, все оптимистично настроены. Оптимистичный вердикт экспертов выльется в сметную документацию, где четко будет прописано, что, где и в каком объеме ремонтировать. Планируется направить на это средства не только городского, но и областного бюджета. Артемий Заварзин, Евгений Зыков, Регион 29. Артемий Заварзин, Евгений Зыков, Регион 29. Продолжение следует...